Уважаемый Равин, расскажите, пожалуйста, есть неделя «Слеход, извинений» в канун еврейского Нового года. Расскажите, пожалуйста, про «Слеход» и про книгу, которую вы держите у себя на столе. «Слеход»… Вы сказали «извинения», я немножко… Может быть, что-то словно, вот это действительно на переводе. Но вообще, это… Считаю, что это самая лучшая подготовка к Роша-Шанару в Йом-Кипур и потом праздник Суккот. Почему? Потому что Бог давал нам подарок. Какой подарок? Ну, праздник всегда это приятно, это понятно. Но какой подарок? Каждый год идет Роша-Шанар. Роша-Шанар – это время, где человек должен посмотреть в себе. Обычно у нас есть такая привычка – посмотреть на других, кто хороший, кто нехороший, кто меньше, кто больше. А просто посмотреть в зеркало и сказать, кто я, что я достиг за этот год, в чем я могу быть лучше, как можно сделать, чтобы моя жизнь была более содержанием. Это касается отношений между человеком и с другими людьми. Это касается отношений между человеком и с Богом, с Ивишним и все остальное и так далее. Поэтому «Слеход» мы начинаем читать их за неделю до Роша-Шанар. Написано, что хотя бы четыре дня. То есть, всегда это фоксисение, но четыре дня должно быть. То есть, если вот как в этом году Роша-Шанар попадает во вторник, то мы начинаем действительно неделю раньше. Это именно текст, где все написано. И человек, который читает этот текст, он думает, «Как это меня касается? В чем я могу улучшить себя? В чем я могу исправить себя?» И тогда, вот через несколько дней после того, как он смотрит в «Слеход», он думает о том, что он сам говорил перед Богом, когда уже наступает праздник Роша-Шана, он уже готов к этому изменениям. И поэтому, если вы сказали, что «Слеход» — это извинение, да, действительно, но это на самом деле. Более важно — это изменение. Извинение и изменение. Поэтому это очень большой подарок. Потом идет Роша-Шана, Йом-Кипур, День искупления грехов. Каждый еврей после праздников становится перед Богом и перед собой как чистым человеком, как чистый лист. Вообще, когда человек молится, он должен понять то, что он говорит, и он должен соединиться с этим текстом. Не просто так выговорит в тексте все. Когда идет речь «Слеход», это еще более важно. Поэтому мы поняли, что людям нужна такая книга, где написано текст на иврите, где написано текст на иврите, но только и русскими словами. И самое главное — где есть и перевод этого текста. И это дает ответ для разных людей. Есть человек, который может читать только на иврите и понять то, что он говорит — это хорошо. Есть человек, который ему тяжело читать, но он понимает, кто он читает. И просто довольно медленно он читает на иврите. Когда он читает текст на иврите, но только русскими словами, тогда ему намного легче уже понять то, что он говорит, потому что он им должен вложить внимание и силы просто читать сам текст. А есть люди, которые еще в начале, если они читают иврит, даже русскими словами еще не понимают, что они говорили. И они не могут тогда читать русский текст или читать иврит на иврите, но для того, чтобы лучше понять то, что он говорит, он смотрит на текст на русском, на переводе, тогда он не знает. Я могу сказать только одно. Мы сделали, конечно, это на нашей общине. Но мы получаем каждый год перед Россией, мы получаем очень много заказов от разных сторон мира. Все общины просит от них, слава Богу, потому что действительно это решение вопроса, которое волновало очень многих людей.